Приветствую всех любителей истории Тайвата, и сегодня мы с вами поговорим о древнем Манштадте. В далекие времена этот город был основан архонтом ледяных ветров, Дикорабианом. Мало что известно о происхождении Дикорабиана или о том, как он стал божеством, но есть видение, что он жил до войны архонтов и предшествовал семи архонтам. По неизвестным причинам, король северных ветров Андриус объявил войну Дикорабиану и опрушил на регион ледяные метели, превратив землю в замерзшую пустошь. В течение многих лет он пытался вытеснить Дикорабиана с территории региона, но в одиночку не мог противостоять силе повелителя башни. Чтобы защитить свой город от холода, Дикорабиан окружил его барьером из воющих ветров, который не позволял никому входить или выходить. По его мнению, он дал своим подданным город защищенный от лютых морозов, но народ, думая, что архонт просто заперых внутри столицы, видел в этом лишь сиронию и жестокость. Упоминается, что Дикорабиан был невероятно властным, чем и заслужил прозвище Тиран. Однако сам Дикорабиан не предполагал, что люди поклоняются ему не из-за обожания или уважения, а из-за страха перед его божественной силой и из-за бури, что окружало город. Он был оторван от своего народа и не понимал чувств и потребностей смертных. В конечном итоге, 2600 лет назад против Тирана вспыхнуло восставление. Свет рейхомер нет, диктатор заглукал и будет свернут в дом. Восстание, поднятое безымянным Бардом, Барбадосом, а также бывший возлюбленный Дикорабиана Амос, одержало победу, и Тиран пал. Монштадт навеки стал городом свободы без королей и тиранов. Скоро жители оставили это место, основав новый Монштадт, а дворец Тирана стал понемногу разрушаться. Спустя 2100 лет в руинах дворца поселился Двален, и это место стало называться Логофа Ужаса Бури. Прогуливаясь по руинам, можно представить, как здесь проходило восстание, приведшее Монштадт к свободе. А теперь немного интересных фактов. Лук Амоса – это оружие бывшей возлюбленной Дикорабиана, из которого он и был убит. Безымянный Бард погиб в восстании, возможно именно его образ позже принял Барбадос. Один из материалов для возвышения оружия – это осколок той самой башни в Древнем Монштадте. Ну вот и всё, друзья, надеюсь вам понравился этот выпуск. Если хотите ещё подобные видео, обязательно напишите об этом в комментарии. Ну, а с вами был я, историк по Тайвату, Николас Фогель. Всем пока!